Привет! Сегодня монтируем камин Астон. Монтаж будет в частном доме. Как это было и что получилось в ближайшие несколько минут. Смотрим! Приветствую вас, зрители канала Фарнаксфильм. Сегодня будем устанавливать печь-камин Астон 11 в деревянном доме через два этажа. Сейчас мы производим подготовительные работы. Положили вчера керамогранит. Сегодня будем заниматься защитой стен и установкой печи. В течение одного-двух дней мы произведем полностью монтаж и запустим печку в работу. Итак, место для камина определено. Но на пути дымохода встает сборная балка пола второго этажа. Нам повезло, что дом еще в процессе отделки и балки смонтированы на стальные опоры. Вместо того, чтобы вырезать ее, нам достаточно немного ее подвинуть. Убираем крепеж, фиксируем уровень установки балки и смещаем ее в сторону буквально на пару десятков сантиметров. Таким образом, чтобы у нас получился проем для установки проходного короба в межэтажном перекрытии. Вновь фиксируем балки и приступаем к защите стены. Так как потолка пока нет, соберем каркас для крепления к нему декоративного фланца с отверстием для дымохода. Да и потом можно будет к нему прикрепить элементы для установки натяжного потолка. Вновь в качестве декоративного материала используем панели мечиха. Поэтому размечаем стену для установки стальных профилей, к которой мы будем крепить панели. Дом из бруса и сами профили крепим к стене через скользящие уголки. Пространство между профилями будем заполнять фольгированным базальтовым картоном. Чтобы уж наверняка исключить вероятность того, что картон начнет пылить, торцы каждой нарезанной пластины закроем алюминиевым скотчем. Степлером прикрепим базальтовый картон к стене. Места стыков пластин также заклеиваем алюминиевым скотчем. Каркас готов и пришло время нарезать фасадные панели нечиха в размер. Крепятся они просто и быстро на специальные клямеры. У нас угловой вариант камина, поэтому защищаем две стены. А о том, как мы защищали стены для пристенного камина, у нас на канале есть подробное видео. Кстати, подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики. Первоначальную примерку камина и разметку отверстия под дымоход во фланце проходного короба мы оставили за кадром. Так что сейчас уже виден готовый промежуточный результат. Напомню, что дом еще в процессе отделки, поэтому нам разрешили похулиганить и окрасить в доме часть элементов дымохода, которые будут видны на первом этаже. Зеркальные элементы зашкурим, обезжирим и покрасим черной термостойкой краской. Пока она подсыхает, займемся набивкой проходного короба. По традиции, формируем внешний короб из пластин, вырезанных из минерального мата Roku FireBuds. Устанавливаем их по парному распор. Затем идет короб из силиката кальция. Пришло время устанавливать камин. Штука тяжелая, масса больше 150 кг, поэтому для транспортировки, ну и чтобы не повредить стекло дверцы, мы убрали плиты шамота из его топки. Камин при компактных размерах, высота чуть больше метра, довольно мощный, 11 кВт. Этой мощности достаточно для объема помещения до 180 кубических метров. Камин рассчитан на работу с дымоходом диаметром 150 мм. Патрубок для подключения дымохода только сверху. На него, не забывая про герметик, и начинаем устанавливать дымоход. Через переходник разгонная монотруба, затем поворотный шибер, и через перекрытие пойдет уже утепленная сэндвич-труба. Основные работы на первом этаже мы закончили. В проходном коробе не забудем набить внутреннюю часть минеральной ватой и накроем короб декоративным фланцем, а далее приступим к выводу дымохода через кровлю. Отобьем центр оси дымохода и удалим часть обрешетки кровли. Параллельно с этим доделаем облицовку стены на первом этаже, закрыв боковые и верхние торцы фасадных панелей деревянными уголками. Аналогично защитному коробу в межэтажном перекрытии собираем короб в кровле. Сначала идут несколько слоев пластин из минеральных матов Rockwell FireBuds. Затем внутренний короб из силиката кальция. Самое интересное, нам вновь пришлось укорачивать сэндвич-трубу. Зачем мы это сделали? Ждем вашей версии в комментариях. На этих кадрах видно, что под пыжом внутри сэндвича УМК находится вермикулит. Прекрасный материал, абсолютно экологичен и отлично справляется с основной функцией. Утепление внутреннего контура дымохода. Труба будет меньше засаживаться, когда мы будем переводить камин в режим экономичного горения. Высотные работы начинаются с проделывания отверстия в металлочерепице. Выведем дымоход через кровлю и займемся подготовкой фиксирующих элементов. Используем хомут под растяжки, а сами растяжки изготовим из стального уголка. Пока у нас не надета труба с оголовком, натянем на сэндвич уплотнитель кровельных проходов. Он не позволит осадкам проникнуть в дом по трубе. Но для этого его необходимо тщательно подогнать по кровле и прежде чем зафиксировать саморезами, прогерметизировать по периметру место примыкания. После этого установим следующий сэндвич, проверим уровень и наденем подготовленную ранее конструкцию для фиксации дымохода к кровле. Закрепим распорки и установим последний метр трубы. Не забудем надеть хомут и фланец-юбку на выход дымохода из кровли. Просили коним его, и так мы окончательно обезопасим себя от того, что осадки пройдут под дымоходу и попадут в дом. Ну вот теперь точно все готово. Еще один дом обрел красивый очаг, а огромный выбор каминов и всего самого необходимого для качественного и безопасного монтажа в магазинах Форнакс и на сайте fornax.ru Желаем теплых и красивых вечеров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok